На портал ГСГЕД поступил вопрос. Чего ожидать человеку, решившему следовать за Христом? Умножение страданий или избавление от них? И то, и другое. Сначала бывает умножение страданий. Почему? Потому что ты начал бороться с грехом. То ты же пробовал по течению. Конечно, ни всякого сомнения, ты страдал. И всё это, конечно, для тебя было по течению бездравственной жизни. Для тебя всё плохо кончилось. Это можно сравнить, как с человеком, который лечится, не лечится. Вот человек пошёл лечиться. И да, конечно, там процедуры неприятные. И приходится даже потерпеть, потеть. И больно иногда бывает. Ну, заканчивается тем, что ты, вот эта боль, это, так сказать, твоя болезнь, она часто исцеляется руками врачей. Ну, приходится через какие-то страдания прийти. А если ты не идёшь к врачам? Болезнь усугубляется, боль усиливается. Потом иногда люди уже от невыносимой боли бегут к врачам, но бывает уже поздно, к сожалению, иногда. Врачи говорят, ну да, мы, конечно, можем облегчить ваше страдание, но принципиально же дело ничего не можем. Ну, поскольку, когда врач у нас бог, конечно, это так не так. Бог может в любой момент что-то исправить. Но не тогда, когда ты уже, так сказать, грубо говоря, помер. Там уже в ад попал, и там уже исправление весьма проблематично. По крайней мере, только твоими руками уже ничего сделать нельзя. Только кто-то другу молиться за тебя будет. Поэтому, да, ты начинаешь подвязаться, сопротивление в тебе греха увеличивается, потому что ты просто начинаешь с ним бороться. Грех просто так из души не выходит, он на всех сил сопротивляется, цепляется в твою душу. И чем ближе мы к избавлению, надо чем больше страдания. Притом надо понимать, что грех это, с одной стороны, это инородная вещь по отношению к душе человеческой. Как болезнь в теле, это же народная вещь для тела. А с другой стороны, это, почему так болен-то? Это то, чем ты живешь. И вдруг с этим надо расстаться. Вот человек, допустим, страдает винопитие. У него вся жизнь построена вокруг этого. И вдруг он осознает, что это ужасный грех, это ужасная болезнь, которая может его погубить и духовно, и физически. И он начинает с ним бороться. И, конечно, у него возникает даже так сильно нравственное страдание, которое, конечно, без Бога надо преодолеть невозможное. И вот здесь это очень важный момент, что ты страдаешь не один. Страдаешь со Христосом. Христос уже пострадал за тебя. Поэтому вот в этот момент, когда ты страдаешь в борьбе с грехом, надо не забывать никогда о Христе. Надо постоянно молиться Богу. Тогда будешь не один. И тогда наш небесный врач исправляет твою душу по твоему желанию, подкрепленному готовность даже на страдание, он тебя избавит от этого греха и как следствие от страдания. Потому что источник страдания – только грех. Добровитель и Бог никогда являются источником страдания. Только наш собственный грех. Это надо понимать. Это надо понимать. И именно с грехом бороться, как единственным источником страданий. И каждого человека лично, и человечества в целом. Вот грехом надо прежде всего бороться. И с Христом всё это возможно. Господь даст тебе силы эти страдания преодолеть. И тут надо ещё раз, я делаю это особый упор, что не Бог тебя мучает. Он говорит, вот, есть такая жизнь божественная, но надо тебе идти туда. Ну, как тебя запинают туда. Так сказать, там всякими действиями такими страдальческими. Нет. Я сейчас говорю, это твоё. Не хочешь с этим бороться? Ты страдания не избежишь. Ты, может быть, их немножко отсрочишь, их пик. То есть, сейчас ты не борешься, но тебе чуть легче стало. И, кстати, этим иногда рукавые пользуются, когда говорят, ну, смотри, ну, ты не перестал страдать, что же легче стало. У тебя душа расслабилась, ты какую-то радость жизни почувствовал. Ну, и давай теперь кинем, опять же, это на больном, там, онкологии. Всё, химиотерапии нет, учеотерапии нет, операции нет. Да вообще, жизнь просто покатила в своей полноте. И чем это кончится? Если там особенно серьёзная уже степень. Да ничем, очень быстро кончится. Там в течение, может быть, считанных недель, когда человек опять так заболит, что ему уже ничего, вообще ничем его утешить нельзя будет таким мирским. Ну, так с грехом. Мы пытаясь избегать страданий, мы их копим, и они обязательно вылезут в своей полноте, и нас уничтожат на корню, и биологически, и физически, и биологически, и духовно. Надо понимать. То есть, у нас выбора-то нету. А с другой стороны, у нас ждёт что? Избавление от страданий как раз, путём избавления от греха. Избавление от страданий. Так что тут выбирать-то? Да выбора никакого нету. Хочешь страдать? Страдай. Это твой выбор. Но выбор безумного человека. Не хочешь, иди со Христом. Да, будет какое-то страдание. Не больше, кстати говоря, чем, если бы ты за Христом не пошёл. А меньше. Потому что оно будет уменьшаться. Отношение того, что оно могло бы быть. Был бы ужас и ад. А здесь, наоборот, всё легче и легче. Да, в какой-то момент может даже тяжелее, кажется. А потом облегчение. А если ты не будешь забывать Христа никогда, даже на пике страдания тебе будет облегчить, как у благоразумного разбойника на кресте. Который, несмотря на очень сильное страдание, молился Богу и был с Богом. И вот эта вера будет через страдания укрепляться. В конце счёте, грех отойдёт. И нет страданий. Нет греха, нет страданий. И ты свободен. Вот это истина свобода. Поэтому, да, со Христом, без Христа страданий будут. Большие и тяжёлые. Со Христом страдания тоже будут. Но ты со Христом их как раз преодолеешь. И от них избавишься греха, от них избавишься. И ты перейдёшь как раз к добродетельной жизни, которая даёт радость. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...